Сегодняшний гость нашей студии, апостольский нунцей, представитель Святого Престола в Российской Федерации Антонио Минини. Здравствуйте! Здравствуйте, добрый день! Я очень рад быть с вами сегодня. Ваше Пресвященство, начиная с 2003 года, вы являетесь представителем Святого Престола в России. В чем заключается ваша миссия? Я должен постараться построить добрый связь между Церковью России и Святым Престолом. Мне всегда было большое интересное касаться жизни России, культуры, истории. Я постарался прочитать много книг об этом. За последние годы в отношениях между русской православной и католической церквями, в наш взгляд, чувствуется значительное потепление. Как вы можете прокомментировать такие изменения? Я думаю, мне кажется, да. Потому что, когда я приехал сюда, это было в январе 2003 году, отношения были очень холодные. Я постарался построить в Больгарии, чтобы построить, прежде всего, личные связи с православными, не только официальные связи с патриархом и с метрополитом Кириллом, но и искать друзья и так. Самое главное с православным, это есть человеческие связи. Только путь любви может стать путем правды. В 2007 году патриарх московский Алексей II наградил вас орден Данила Московского. Да. У вас есть множество совместных инициатив. И в чем состоит ваше усилие в деле налаживания диалога между православной и католической церквями? Мне кажется, что вы знаете, уже 4 лет назад благодаря тоже кардиналу Касперу мы построили комиссию католической церкви, православной церкви, чтобы дискутировать и, прежде всего, чтобы найти решение, проблему, которые существуют между нашими церквами. Мне кажется, что это будет очень важно, чтобы построить мосферу диалога между нами. Я думаю, что мы достигли этого пункта. Существуют ли серьезные противоречия между этими двумя конфессиями, на ваш взгляд? Я думаю, что нет. Да, вы знаете, проблема, самая большая проблема, это касается примата Папы Римского. Мне кажется, что время пригласить всех членов католической церкви организовать синод католической церкви в России. Нам надо думать, почему мы здесь, в России, чего мы хотим достичь, как мы можем продолжать на путь нашей жизни, что касается веры, что касается, прежде всего, как передать новое поклонение, позлание Евангелия. Как вы оцениваете перспективу посещения России нынешним понтификом Папой Бенедиктом XVI? Какие-то переговоры ведутся в целях осуществления такого визита? Вы знаете, что эта встреча должна быть подготовлено очень внимательно, потому что эта встреча не должна быть событий только для журналистов. Это должно быть знать, что наши церкви конкретно, реально, эффективно близки. В эти дни мы празднуем столетие освящения католической церкви в Новосибирске. Католические храмы строились и продолжают строиться. Значит, в этом есть нужда. И какой знак вы в этом видите? Я думаю, что все общины должны иметь, как называется, свою церковь. Они смотрят на маленькую этапу, потому что, как называется, люди должны собираться, что молитвы и так, но, конечно, мы не можем, это было бы совсем неполезно построить, как называется, больших храмов, потому что, кроме проблемы присутствия верующих, кто будет заплатить, что касается, например, отопления электрического и так далее. Какие трудности, по вашему мнению, испытывает католическая церковь в России сегодня? Бюрократия наша, чтобы принимать, чтобы принимать скоро визы и так. Эта проблема теперь почти везде решена. Это только на юге России, если еще некоторые извещения, которые с проблемами в этом поле. Например, несколько дней назад я встретился с одним поляком-звещенником, очень старым, мне сказал, когда журналист или люди спрашивают его, «А как вы себя чувствуете здесь в России?» А у меня ответили, я свободен делать все, что я хочу. Я могу служить, я могу исповедовать, я могу крестить. И так у них есть правило жить и практиковать свою веру. Какие итоги в работе католической церкви в Сибири можно подвести в связи с таким юбилеем, в связи со столетием освящения? Вы не можете найти свою идентичность без диалога с другими. И православные католики должны чувствовать, что они нужны друг другу, то, что они призваны работать вместе, и так, как и могут, они могли бы сохранить каждую свою идентичность. Пастерская конференция, которая сейчас проходит, в чем ее смысл? Что должно поменяться? Что меняется после таких встреч? Я надеюсь, что все священники, все сестры могли бы тоже приготовить план, что касается будущего нашей церкви. Есть тоже, как называть, большая проблема культуризации. Это значит, что все мы должны чувствовать, как это важно, как называть, знать культуру этой страны. Мы не можем, как называть, забыть, что мы живем в России. Почти один год и половина назад, когда президент Русской Федерации, господин Владимир Владимирович Путин, посетил Папа Бенедикта XVI, ему подарили альбом католической энциклопедии русской. Что значит? То, что для правительства тоже католическая культура – это часть культурной жизни в России. Католики должны чувствовать себя как граждане этой страны. В заключение, что вы можете пожелать нашим российским зрителям? Как я уже сказал, вы, канализация, делаете большую работу, что касается жизни католической церкви России, но не только для жизни католиков. Вы можете стать концентром культуры, конечно, духовной культуры для всех верующих и неверующих в России. Как Господь Иисус сказал в Евангелии, у нас есть Господь, который отец всех, и он подарит дождь и солнце всем.